Снова с вами в этот турнир и смотрите его, почему бы и нет. Собственно, что мы смотрим с вами? Мы сегодня с вами смотрим Game Ring Dota 2 March Cup. У нас раундов 16 команд в сетке винеров. Ну, просто первый раунд в сетке винеров. Так будет, наверное, правильнее по-русски. Играют у нас команда Relax против команды Compass Gaming. У нас пока счет 1-0 в пользу Relax. Ну и это, получается, вторая карта. По системе Best of 3 проходит эта встреча. Значит, Relax осталось еще одну катку завести. И они уже будут в следующем раунде винеров. Ну, а Compass Gaming отправится в лозера. Ну, или же, возможно, такой вариант, что Compass Gaming отжимает две карты. И сами отправляются в винерад, спустив Relax на то самое дно. Посмотрим, получится или не бед. У нас уже начались первые пики, первые баны. Ну, став, мы видим, не меняется, собственно. Значит, будем наблюдать. Видим, что у нас уже минус Ember Spirit, минус Bot Rider, минус Invoker и минус Lycan Troupe. За движениями на этом турнире вы можете наблюдать непосредственно из самого портала. Там сеточка висит. Пока я вижу, что никакие игры еще сыграны не были. Ну, то есть официального результата просто нету. А значит, игры идут параллельно. Ну и стоит, конечно, также отметить, наверное, что в DotaTV трансляция, конечно, тоже проходит через билетик. Вот он, этот турнир. И тут у нас... Ага, ну вот какие-то игры уже были сыграны, мы видим. Да, вот я просмотрел одну игру, что Relax здесь победили уже. И BN против Air сыграли. Я, правда, не знаю, кто это. Ага, до ПВЗ играют, вижу. Do the Gaming, кстати, сейчас у них идет подготовка. Против... Майкея, против Intenebris играют. Вот такой вот команда. Ну, а ПГГ-шка вроде еще не стартанул. Или, может быть, у них просто здесь... Другое название. Ну, ладно, пока, в принципе, не знаю я. Как будет информация, я вам сообщу. Ну и что у нас в этой карте происходит? В этой карте минус Ликантроп от команды Relax and Stoporation у нас с Compass Gaming. First Pick заезжает. Что-то какая-то задумка, видимо, будет. Ну и посмотрим, чем в этот раз ответит у нас Crazy. На капитанском слоте он по-прежнему сидит. Ну и еще для тех, кто только что подключился, я напомню, что Relax'ы играют не под своими никнеймами в большинстве своем. Toruroid у нас Crazy. Dread это Dread. Tiger and Space у нас это Shachlo. Friday, Yoku. Ну и Cocodile Hunter у нас это WindX. Практически полный состав команды Relax. И Compass Gaming. Колека. Ну, откровенно говоря, отыгрывал он в первой карте действительно как его никнейм. Прямо оправдал на все 100%. Этот капитан команды Compass Gaming. Надо ему поменьше фидонить, и все у него будет all right. В составе Bring Me To Life, Unstable, Artes и Jet. Ну, вот Artes пытался тащить на луне, в той игре не получилось. Nux plus Visage в исполнении Crazy. Ну и посмотрим, что дальше пойдет у нас. А как у нас пойдет? Ну и я тут пока пики идут, читаю наш чатик на twitch.tv slash adequate. Вы там что-то активно пишете. Adequate говорит Cap. Ну, это само собой. Это даже не обсуждается, на самом деле. Во, ну тут интересная информация заезжает. Впрочем, если мы слишком рано закончим этот турнир, ну как этот турнир, этот первый матч, то второй матч начнется сразу, если команды будут готовы. Вот, так что, может быть, паузы продолжительной не будет. Пока я вам не могу сказать, но в любом случае мы будем ждать. Вот, ну, в принципе, если первый закончит у нас команда релакс, то если их оппоненты будут готовы, мы сразу второй раунд с вами посмотрим. И не будем, не будем, не будем долго ждать. Так, ну что у нас там? Думает еще коллега над своим вторым пиком. Ну, по дэнштопорычу нужно просто пикать связку какую-то. То есть, есть global strategy, типа, невероятное количество дэмэджа в любую точку карты. Запикивать сюда, например, какой-то Natch's Profit из спектра. Или же просто Компас Гейминг берут себе Дума. Ну что, достаточно сильный персонаж. Вторая стадия банов у нас идет, посмотрим, что будет дальше. Ну что же, там, Бэйн. Бэйн отправляется в бан Компас Гейминг. Достаточно неплохо для этого компания на Бэйне отыгрывали. На Бэтрайдере, кстати, тоже. Отметим превосходные действия от Шачло. Так что тут решили от них Компас Гейминг избавиться. Ну, это, я бы не сказал, что какие-то сингатурные герои, герои-фавориты у команды Релакс. Они практически отыгрывают на любых персонажей. Поэтому тут все не перебанишь. Это точно. Виноватер в бан от Крейди. И потом в бан в этой стадии. Да, ребят, ну еще раз напомню, что сегодня мы с вами смотрим вплоть до четвертьфиналов этот турнир. Сетку винеров просмотрим. Ну а завтра, завтра заключительные матчи. И завтра самая жара будет. Потому что там будет у нас, во-первых, финал, полуфинал винеров. Финал лузеров, по-моему. И гранд-финал будет по стиме Best of 5. То есть, ну, вы понимаете, сами жаркие игры только завтра. Ну и сегодня, в принципе, тоже очень интересно посмотреть. За трейдом, за ПГГшечкой посмотрим, если успеем. Так что все будет ураль. Ванна с Найкс справляется. Ну, трех героев из предыдущей катки забанили Компас Гейминг у Релаксов. А здесь минус Даззл. Даззл неприятный персонаж, его решил Крейзи убрать. Пугнул, забирает себе Крейзи. Ну что, усиливает свой пуш потенциал команда Релакс сейчас. Ну, в купе с Виседжем, понимаете, да, неплохо товара будут падать. А фамильяры плюс бласты. Вот еще и Dragon Knight не появляется. Ну, это вообще супер. Это немножко похоже на китайский лайнап, да. Обычно вот именно представители китайской профессиональной доты любят использовать таких вот героев. Пугна, Dragon Knight, Виседж и просто бегать с пуша товара. Клох вверх у нас исполнение Компас Гейминг. Ну и ласт пик в этой стадии. Калека, что же доберешь? Пока понятно, да. То есть Doom скорее всего у нас будет как фармила в трипле. Конечно, по рейшному суппорту. Клак вверх у нас сложно. То есть надо бы добрать еще какого-то саппорта и кого-то в мид поставить тоже. Ну и смотрим. Он рамку никогда не выключает. Просто проблема в том, ребята, что я рамку-то, конечно, могу выключить, но я ее забуду включить. Поэтому мне проще ее просто не выключать. Ну а так она вроде не особо-то и мешает. Я вам все равно говорю там, что банится, что пикается. Shadow Fiend от Компас Гейминг. А вот это уже интересно. SF-чик заехал. SF-то круто. Я так подозреваю, что в мид от SF отправится. Но если удастся не нафидить с SF в миде, то будет вообще великолепно. По сути, раскачанный Shadow Fiend это большая головная боль и для пугны Драгон Найта. Тем более при наличии таких врываторов и инициаторов, как Энш Топорэшн и Клокверк. Ну и ласт стадия банов минус Шадоу Демон в исполнении релаксов от Компас Гейминг Банни Трубика. Ну пока разбираются, видим, с суппортами. Ну и по факту правильно. То есть надо бы здесь суппорты, видим, напикать релаксов. Мы используем, в принципе, стандартный вариант. То есть Драгон Найт в мид, Нюкс на сложную, Висадж пугна в триплу. И пугна в качестве семи керри, скорее всего, будет. Поэтому надо бы допикнуть еще какого-то суппорта. Ну и сейчас Крэйзи продемонстрирует, какого суппорта нужно допикать. А что у Компас Гейминг? Берем тоже дефолтный вариант. Клокверк на сложную, Шадоу Финт в мид. Дум, Энш Топорэшн у нас в триплу, как керри и суппорт, соответственно. Соответственно, не хватает нас последнего суппорта. Ну вот, может быть, по суппорту сейчас и напикают нас, ребята. Драгон Найт в мид. По дефолтному варианту также Шачло, наверное, будет играть все-таки на Нюксе, что ли. Йоку на пугне. Ну, пока, вроде, непонятно. Ладно, у нас Свитч Доктор пикается от Компас Гейминг. Тоже весьма неплохой пик. Ну и, вы знаете, я бы здесь не спешила давать победу релаксом. Все-таки достаточно сильных героев напикали Компас Гейминг. Лайна обхороший. Если удастся исполнить, все будет замечательно. Ну, а важная цель релаксов, это, конечно, попытаться пропушить до минуты 20-25, хотя бы снести линейку 1-2 товаров. Если получится это сделать, то победа будет у них в кармане. В любом случае, ладно, поглядим, что у нас получится. Ребята выбирают себе героев, а значит, у нас дота начинается прямо сейчас. ДПВЗ будешь стримить. Ребята, если будет возможность, если мы успеем посмотреть их игры, посмотрим, конечно. Ну, в любом случае, если команды, которые вот, ну, типа, фаворит их числятся, да, они пройдут дальше в следующий раунд, то мы по-любому будем смотреть их игры. Как бы там ни было, то есть, релаксы в теории могут против ДПВЗ в верхней части этой попасться. Нет, релаксы могут только в финале попасться в Венеров. Но ДПВЗ против Ретраев могут попасться, Дуза против Релаксов могут наткнуться, Кураж Гейминг, они же Хеды против ДПВЗ. В общем, матчи тоже достаточно интересные. Что-то обязательно с вами выищем и поглядим, поглядим, поглядим. Ну что, ставится у нас пауза, стандартная пауза. И смотрим, смотрим, смотрим. Итак, Крэйзи будет играть Драгонайт в миде. Вот оно как. Ну, шашлоны у них все это мы, в принципе, угадали с вами. Трич Фрайдэй, он же Йоку играет на Пугне, это будет Фармила, Семи Керри. Виндекс у нас будет играть на Висаджа, ну и Дредд себе, в принципе, не пикнул еще Оршекера, но в целом с лайнапом мы, в принципе, догадали с вами, кто как и зачем. В Компас Гейминг, и что там? Джет, Джет у нас на Шаду Финде в миде, тут вроде бы ясно. Калека, капитан команды, клуб вверх на сложную линию, Артес снова фармит, на этот раз на Думе. Ну и два суппорта, Unstable Witch Doctor и Bring Me to Life на Инжи Теперейшне. Ну и дождемся, дождемся. Подключение Дредда, вот он Дредд. Ну и, наверное, мы с вами готовы смотреть эту додку. Эшейка. Ту-ду-ду-ду-ду. Ну я тут пытаюсь, пытаюсь обновлять. Ого, вот вам информация отличная. Смотрите, какой интересный момент. У нас первые результаты появляются в этом турнире. И ДПВЗ с счетом 2-0 по картам обыгрывает команду Слонники, отправляя тех в лозера. Ну и ДПВЗ становится первыми, первой командой, которая попадает в топ-8. Ну как в топ-8 получается, просто в раунд топ-8, да, второй раунд финнеров. А это значит, их ожидают, видимо, или хеды, или рейджет. Достаточно интересный матч будет, хедгейминг против ДПВЗ. Там должна быть лютая катка. Команды по, ну, моему личному мнению, по скилу не уступают друг другу, и там должна быть борьба. Ну что, готовы ли? Что у нас эти паузы-то вообще? Так, а у меня потихонечку заканчивается паспитья. Не очень доволен, но... Пара секунд нас просит, просит Tiger and Space. Теперь уже минута, теперь 30 секунд. В общем, в разное время требуют разные команды. Ладно, будем ждать это в чатик. В чатик, в чатик, наш любимый чатик. Twitch.tv.slash.adequat. Заходим, лайкаем, фоллоем канал, сабскрабимся, подписываемся, все что угодно делаем. И будем читать, будем с вами общаться. Пока пауза, нам сегодня заняться нечем. Ну и, по сути, игра, я думаю... Ну, надеюсь, надеюсь, что у нас будет три катки. Тогда у нас с вами не будет каких-то продолжительных пауз. Вот, ну а... Наверное, все-таки, наверное, все-таки у нас будет здесь две карты. И до 19.00 у нас будет небольшая пауза. Я уж не знаю, чем будем заниматься. Может быть, параллельно посмотрим какой-то другой матч. С турнира. Почему бы и нет, в принципе. Правильно, правильно. Вот эти вторую катку начали Пенфионы против Эншентов. А как первая закончилась, я хочу посмотреть. Победили Пенфионы. Вот они что, вот они. Ну, этих ребят я не знаю. Маден, Урбанишка, Вайтпупо. Тут, 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 Демигот. Не, не знаю этих ребят. Ни одного из этих игроков. А ну-ка, вот этот, что у нас там за... Бен против Эр. Ой, Шейд А играет. Достаточно неплохие Эрла здесь. Этих ребят я знаю. Это бывшие выходцы из Аси Капа. Ну, всем, наверное, все-таки выходцы из Аси Капа в какое-то время. Братва Нурика называется команда. Достаточно интересная команда. А здесь, смотрите, тоже. Электродак. Юник. Достаточно сильно. Ринкарнедит называется команда. Вот, Дуза Гейминг. Ну, каким составом? Ой, тут я зря нажал смотреть, наверное. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, факин, ой. Как бы мне не вылететь сейчас в лобби, это было бы не очень круто. Чё-то я перетыкал совсем на кнопочки. Зря смотреть нажал. Ну, тут такое, да. Дузы там вроде сражаются. Всё, я возвращаюсь. Возвращаюсь в нашу лобби. Вынаши в наше лобби. Вырубай мобилу. Вырубил, вырубил. Он мне тут названивает. Как поменять задний план в главном меню, типа, пуджа. Это лодскрин, ребят. Дефолтный вариант. У нас здесь пауза по-прежнему ещё есть. Ничего тут интересного не произошло. Ладно, будем ждать. Да, лодскрин какой-то есть. У меня там есть парочка. Я вот пуджа поставил. Это с фритуплейной, по-моему, сет, если я не ошибаюсь. Ну, наконец-таки паузу отжали. Ну, что делать? Стандартные закупы. Мы, в принципе, поговорили с вами о всех героях. И знаем примерно, как они будут располагаться. Ну, и всё зависит уже непосредственно от исполнения. Ну, давайте смотреть, давайте смотреть. Когда Na'Vi на СЛТВ играть будут? Вот уже, ребят, совсем скоро. Я думаю, с завтрашнего дня начнутся игры Na'Vi. Они там на StarLadder будут играть нон-стоп, по-моему. У них даже, по-моему, будет день, в которых только Na'Vi будут играть. Там по пять матчей. Потому что им нужно наигрывать. Из-за их двухнедельного отпуска немного пропустили игр. Ну, и там будет весело. Весело будет. Ну что, в лёгкой линии отправляется у нас Йоку вместе с товарищем Винд Иксом. Ну, в принципе, тут понятное дело. Пугна будет фармить сапогом, кстати. Это выход и сразу в Аркан Буцы. А если, значит, выход в Аркан Буцы, это значит, что они очень быстро будут спушивать Тауэр за счёт бластов, который уже у Йоку прокачан. Нормальный вариант. Калека. Я, правда, не уверен, что Клокверк сможет как-то помешать этому процессу. Здесь у нас драка за руну. Начинает размансовывать. Есть подкоп. Дабл демодж! Нюкс поднимает! Иди сюда, говорит Артесу! Так, чилинтач. Bring me to life. Да, лтычку такую обидную. И разбежались в разные стороны. Но здесь Дум неплохо просел, на самом деле. Здорово, здорово. Здесь сыграл Шачло. Причём подкопа. И то, что руну забрал, он нормально так наклепал. Ну и Крэйзи. Крэйзи в мидиум. Сталтшилд у него есть. Левел первый против СФ-чика. СФ тут уже первого крипа за Денайл. Ну и через Некромастери будет зарабатывать себе деньги. И, конечно же, души. Ну и вообще то, что у нас располагаются триплы в этом зеркальном отражении на лёгкой линии. Каждый из них. Это значит, что у нас немножечко пассивно будет первая минута игры. Дан Стейпл пытается пробить 10 нюкса. И нюкс, по-моему, промазывает станом, если я не ошибаюсь. Пристановил игру. Что же за пауза эти постоянные? Вот, смотрим. Тагеран Спейс. Так, вот, давайте посмотрим траекторию его Эмпейла. И вот сравним с Вич Доктором. Попадает или не попадает. Ну, не знаю. А посмотрим. Ну-ка, отжимайте паузу. Опа! Покопали и пару плюх ему нужно дать. Нет, не делает пару плюх. А, значит, будем смотреть дотку. Ну, убегает спокойно. Ну, как спокойно, шачло. На разварочке будет рад. Спротив Вич Доктора. Друга они начинают бить по лицу. Есть каски. Отличные каски, кстати. Неплохо. На максимальном рендже практически Вич Доктор поймал нюкса этого дальнего крипа. Ну, и лишний плюх ему ответил. Not bad, not bad. Вторая минута встреча пошла. Крэйзи, крэйзи, крэйзи. У нас тут будет выходить, я думаю, в боттл. Прокачивает на первом уровне Драгонблуд. АСФ. Ага, ну, то есть он Дредда спалил. Смотрите, неплохо. Ну, в принципе, достаточно дефолтный вариант для ЕСа. Он вот так вот за стороны светлых может отрезать вот здесь вот крипов. Вот так вот своей фиссуркой. И они вот приходят на эндштраф. И здесь Дредд получает себе деньги и экспу. Джедд это дело спалил. Но помешать он, конечно, особо долго не может. Все-таки ему нужно находиться на линии. Нужно фармить. А вот если бы кто-то из суппортов потянулся у Ки... Пи-Джи, у них могло бы получиться, наверное, прогнать. Ну, вот Брингмэдж Лайф, видимо, туда и отправляется. Надо бы еще какой-то вартец поставить. Может быть, заблочить. Да, Дредд еще одну пачку крипов привел. Ну, нельзя такое давать делать ЕС. ЕС получает нереальное количество экспы после таких эншентов. Ну, и по сути, он экспу разрабатывает просто из ниоткуда. То есть он не мешает... Замешает фармить своему керри, не ворует у него экспу. Так вот, хороший сентривард поставлен. Тричный топоричный, очень аккуратно поставлен. Поэтому больше так вот по Абузе драть не сможет. Ну что, здесь у нас, в принципе, на линиях все спокойно. Калека у нас откидывается. Рокотфлэр. Что-то 54 момента есть у Йоку. Йоку близок к тому, чтобы купить себе Аркан Буцы. Остался немножко. Ну и второй бласт уже есть, в принципе. Правда, Тавар эти бласты еще не прочувствовал, как надо. СФ в миде. Смотрим на КС. 6 на 1. Ой-ой-ой. А здесь-то Крейзи. Лайн выигрывает. Причем выигрывает очень серьезно. 13 на 1 у него КС. И приходит. Смотрите, Виндекса. Грейв закидывает. Есть тан и продув. Ну и с All Assumption зарабатывает Виндекс First Blood. Да. Да. Ну и вот сказывает, собственно, отсутствие вижена нижней руни у команды Компас Гейминг. СФ просто не знал, что там была руна Инвиза. Просто придет к нему Виндекс. Неплохая реализация этого первой руны. И зарабатывает ФБ. У нас релакс, как в первой карте, в принципе. О, ну тут подсказывает, кстати, администрация турнира, что ZeroTripe первую катку свою проигрывает. Такие дела. Сверхаград сильно проиграли, потом был камбэк. Но вроде сейчас опять проигрывает. Ну вот тут, кстати, очень интересно поставлен был Sentry Ward. От суппорта в команде Компас Гейминг. И вот этот вот Sentry Ward немножечко не касается этого апсервера. Да, и поэтому раздевардить не получилось. В итоге... Не в доумении находится суппорт в Компас Гейминг. Как так? Почему мы подходим с леса и нас видит Tiger in Space? И Нюкс отходит. Ой, снизу зацепили, по-моему, Калеку. Калека поставил. Хороший кокин. Соло Сапшин. Плюха последняя. 30 хп. Добить бы чем-то нато. И, Калека, не возвращайся. Что ты делаешь? Ну, Калека, ну что это? Ну, зачем он это сделал? Лишьте движение в сторону противников. Ну, понятное дело, тебя переклину. Пережди ты просто. Физура имеет свойство заканчиваться. Ты потом просто к того распокоенно уходишь. Ну, блин. Ну, нафидел лишний раз у нас здесь оффлейнер команды. Компас Гейминг по совместительству и Капитан. Два носит на этот счет. Пятая минута встречи. Ну что, сапог. Сапог у нас. Клок вверх. Левел 4. Есть сапог у нас также из Сейдж Маск от Виседжа. Ну и пошла. Ой, пытаются убить Tiger in Space. Хорошо. Дум заходит прям по тавуру. Нарезает. Проблема. Большой шачло. И это фраг для Компас Гейминг. Неплохо. 2-1. Один фраг отыграли. Ну, видим, трипла свой тоже реализовывает. По сути дела. Да, ну вот, видим, в миде у нас находится Шадоу Финд. Все у него плохо, на самом деле. Да, 16 на 5. Хотя 23 на 3 не особо сильно Крэйзи от него оторвался. Но побаивается здесь Шадоу Финд этих гангов различных. Левел 5 он себе апнул. Третий кайлы есть. Еще кайлов, конечно, подфармливать можно. Но надо постоянно будет обузить Боттл. Потому что без Боттла не будет маны. Ракетки залетают. Пытается помешать как-то Виндексу здесь делать пулы. И надо бы поаккуратнее с коллеги играть. Но сейчас там Грейвы залетят. Это будут большие проблемы, если потянется Пугна. Пугна с Аркан Бутсами. Есть Ринков Реген. И намеки на то, чтобы тебя дать Эмиканзам. Бинг Метилайф перетягивается. Поставить Вар Детс. Вот он хороший Вар. Чтобы Сафани Гангали. Чувствую себя поспокойнее должен быть Джет. Но, правда, сейчас уже Ганги будут идти с использованием Смока. Вот. Ну, а Крэйзи нас левел 6 уже имеет, в принципе. Вот, он начинает уже подстанивать Джета. Приходит у нас здесь с Фисуркой Дред. Хорошо перекрывается его оппонента. Джет пытается на развороте какой-то, правда, каст выйти. Вынести и выводит этот прокаст. У Бинг Метилайф тоже проблема. До конца дерется. Крэйзи, крэйзи, крэйзи. На лоу ХП. Вот это остальные яйца у мидера команды Релакс. Ну, и делают они два фрага. Правда, там забрали каким-то чудом Виседжа. Я не смотрел этот момент. Клок вверх забрал Виседжа. Ракетка. А, и через хукшот даже. Коллега хорошая, справляется. А здесь находят. Находят нас. Здесь Тайгер Инспейс. Санстейбл просто бьет руки. Под думом находится Нюкс. Ничего сделать не может. Просто дерется. Приходит Виседж. Крейв. Ну, и уничтожит Вич Доктора. На ту же самую позицию стал Вич Доктор, где находился Нюкс. Но они последовательно на этом месте будут умирать, по всей видимости. Да, дракон чемпионов просто. Не, ну зря я коллегу похвалил. Он снова нафитил. На этот раз его Йоку просто в соло забрал. 1100 монет есть. Ну, и Тайгер потихонечку начинает проседать. Ну что, 6-3 пока счет. Релакс впереди. И у нас 7 минут с карты прошло. ПТшечка нарисовалась Траконайта. 32 на 4. Восьмая неплохой КС. Не топовый, конечно. Но, тем не менее, мидлейн он свой выиграл. 2-0-1 у него стат с мидо. Это достаточно серьезно. Вот видим, что по Нетворсу впереди планеты всей у нас. Пока Пугнатри 300 не особо далеко отстает Дум. Но мы знаем, почему Дум хорошо фармит. Потому что у него есть Деваур четвертого уровня. Купил он себе Владимир. Опа, и хукшот. Смотрите, в Дред. Да, Дред пытался у нас раздевардить. Дред тут умудряется-таки раздевардить. Да, но Дреда будут большие проблемы. Девардинг ценой жизни. Я думаю, доволен калека. Фраг он сделал. Все замечательно. Сапог боттл у него есть. Толшот 430 монет. Левел 7. Unstable. Левел 5. Ульты пока нет. Видим, очень интересный и своеобразный у него скилл билд. Прямо скажем, не суппортищий. Такой Вичдоктор, а больше убивашка бегающий. Ну, не знаю, не знаю. Нет у него подхилы. Подхил бы иной раз может помочь своей команде. Так, а здесь Артез. Недалековато ли ты вышел? Тут же, смотрите, тут же есть Грейв. Конечно, Дума пошла атака. Здесь сейв ТП делается. Фамиляры будут падать. Атакует еще Тайгер и Спейс. Ну, просто Дума очень плотная. Вот это проблема. И приходит Асан Стейбл. Хорошо, Малодин попадает. И Дум сверху. Ну, здесь проблема большая у Виседжа. Рассыпался он, да. Ну, и неплохо здесь пришел. Унстейбл. И приходит СФчик. Вот он Тайгер и Спейс. Можно же убивать, наверное. Надо как-то убивать. Опа. Тычку дал, кара пассирует. Хорошо. И Джет как проседает. И поздновато. И каски залетают. Подстанивает, конечно. Думает, идет вперед. И СФ, ну, непонятно, чем здесь занимался. Пытаются достать Тайгер и Спейс. Но тут просто Потавр идет. И ничего не случится. Шок Вейв. Да ладно. Еще и Левел Дэ сдавал. Дред приходит сюда. Фисурка перекрывает. Артеза. Фамильяр упал. Ну, и Дреда теперь будет пробивать с руки. Приходит Виседж. Это же большие проблемы у Артеза. Каски летают. Ну, должен быть Салас Амшн. Салас Амшн залетает в Артеза, фраг. 7-5. СФ пришел. СФ, тычку в Дреда. Хорошо, есть минус. Но, правда, ну, блин, разменится на суппорт, такое дело. Салас Амшн, да. Ну, и даблкил от Финдекса. 8-6. Не так уж и хорошо. Ой, там те времена Клокферг, смотрите, пугну зажал. Правда, Тавр таки пал. Да, ну, на разных частях карт у нас происходит какой-то экшен-экшен. Девятая минута встречи, 8-7 счет, неплохо дерутся. Компас гейминг, но при прочих равных условиях, именно в разменах, все равно впереди по Нетфорсу игроки из Релакс. Все-таки Драгон Найт у нас виден 2-0-1 по-прежнему, не умирает он и очень неплохо стоит на линии. Но прогнать его нереально сложно. Так, ТП сюда. Ну, конечно, встречает Крейс сразу у Джеда. Могут быть большие проблемы, приходит Бринг Меджелайф. Еще одно ТП. Сейчас будет еще один стан. Нет, стану пока нет, Unstable, стану пока не кидать, не с кем связать. Вот они каски, Дредд приходит фисуркой. Накрывает аж двоих. Но не перекрывает дорогу, поэтому, да, уходит спокойно. Компас гейминг. Но есть уже мека от Фрайды, смотрите, Йоку активизировался и будто они спушивают и вра. Ой, поймали Бринг Меджелайф. Ну куда, зачем ты сюда ушел-то? Большие проблемы, что Паришина, и тоже минус. Ну, просто сейчас Драгонайт станет таким персонажем, которого, ну, просто не убить. У него есть Брейсер ПТ и 2000 денег. Крейзи левел девятый. Пассивка на три вкачана. Это уже, уже вот суммарно получается у него там со всеми пассивками, со всеми бафами, 17 брони. Ну, не знаю, Джет с одним ПТ не убивает его. Бум, сомневаюсь, что убивает как-то Драгоннайта. Ну, а Релаксы используют свою стратегию, конечно, очень быстро будут сносить ТВРа. Ну, за счет пугдейты можно делать просто нон-стоп. И мекки, конечно же, ранний. Ну, два ТВРа они по миду уже, ой, два ТВРа на миду, да, и снизу забрали, они уже остались. Третий ТВР вот по топе. И линейка Т1 ТВРов впадет. Ну, что, и готовы ли будут драться? Пытаются выразменить компас гейминг? Ну, хотя бы так. Хотя бы там выразмениваете в чужой Тауэр, не просто же его отдавать. Хотя делается сейв ТП. Здесь, смотрите, Драгоннайт тоже будет под формой. И неужели не удастся пробить Тауэр? Да ладно, убегают, у нас компас гейминг, боятся, трогают. А там уже под хостой, ставят стейбла, врывается калека, забрал в коги. Но Дум висит на Крэйзи, хорошая ульта, Твич Доктора к Пэйкзи поседает. И висы же там тоже забрали, отлично, раскастовался ИСФчик. Но коллега здесь может не уйти. Лол, Бластом не попал у нас здесь сейчас, конечно, Йоку. Пытается Тепаут прожать, надо сбивать хоть как-то. Дредд накрывает тотемом. И сгревает он. Киллинг спри, хорошая игра. Ну и смотрите, Дредд. Мэджик Вон, покупает себе, кстати, он. Сразу урну в Шатус, я думал, будет терпеть от Даггера. Полторы пищи денег у него было, но решил вот, что урна ему поможет. Ну и 10.9, Тауэр по миду, правда, упал. Так, секунду, дорогие друзья. Мы тут небольшие. Звоночки, звонки, звоночки пока происходят. Ну, что надо. Ну что, продолжаем смотреть. Так, что-то амулет есть у нас у Крэйзи. Нюкс у нас левел 8. Пурманшилд есть Аркан Буц и 1200. Джет. Джет, 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 2-3-0. Левел 9. Продолжаем смотреть. 13-ая минута встречи. Ухажите, отвлечения, конечно. Надают. О, Бретт Райкер, затащили эту катку. Все-таки сделали минус 4 и выиграли первую игру. Очень жесткая, видимо, она была. И ПКГ был близок к провалу. Никогда. Так, ну и снизу атака от команды Релакс. Продолжают, продолжают. Они, видимо, спушивают ура. Ой, ульту какую плохую Витч Доктор поставил. Зачем он это сделал? Коллега здесь, фамильяры падают, не подстанивают. Ничего страшного. Выходит от этой атаки у нас игроки из Компас Гейминг. Ну и поинтбустер Витч Доктор. Я не знаю, но такими ультами разбрасываться нельзя. Займись какого-то не было. Там же пятеро игроков от Релакс стоят. Кстати, надо что-то делать. Огроклаб у нас СФ, тысяча сто монет. Пытается на БКБшку выйти Джет, но поздноватая БКБшка у него будет. Смита все-таки можно было пораньше собирать. Ну и здесь главное снизу не подставить. Ставр придется отдавать. Вот каски как-то еще могут, конечно, помочь. О, тут-то-то Айсбласт полетел. На! Ох, ты хороший Айсбласт, а по четверым. Вообще, конечно, Инж Топоришн в идеале контрит и пугнул. То есть если с такими Айсбластами разбрасываться, то можно за место выигрывать. А если еще Инж Топоришнам удастся купить себе какой-то Аганим, так это вообще халява. На протокилбуцы только больше ничего нет. Дум у нас, Фейзы, есть Владимир с Офринг и есть 1600 монет. Снизу, но все-таки попались. Ну зачем, коллега, уходить надо с Алла Сапшина. Разорвали лицо. Не простил. Здесь Финдекс, Анстейбл, Каски выдает. С Алла Сапшин умирает. Также даблкиллбайминдекс. Зачем? Ну не могли здесь тратся суппорты. Ну вот плюс офлейнер. Отвоем никак против Питеры. Надо было отойти. И позволяет сейчас команде Релакс просто попробовать зайти на ХГ. Клиффа нет, еще не откатился и Бластами будут спушивать. Айс Бласт. По-троим хорошо. Карапасировал. У нас здесь Мюкс Ассин немножко неудачно карапасировал. Ну и вынуждение немножко отойти. Здесь игроки из Релакс. Но Коппус Гейминг снесли еще один Тауэр. Все равно заход на ХГ. Ну как-то дефать надо. Клифф появится через 7 секунд. Бласты очень больно. Каски залетают. Анстейбл проседает. Ой, хороший карапасик. Чуть бы он не подставил свитч-доктор. Каски летают. Дом будет ли врываться? Драма Фенджеранс. Ультанет ли нет? Не ультанет. Шадо Блейд спятался. Видим Крейзи. Блейдмейл. Калека куда-то опять вышел. Лол. Калека проседает. Грейв накидывает. Артес пошел вперед. Айс Бласт будет залетать. В Дреддали. Ай, сцепили пугну. Минус пугна. Крейзи. На нем висит дом. Как же воевать? Непонятно. Калека уже отдал. Дредд заходит. Ультовай. Дредд. Дредд. Боже, ну что это за ульта? Андрей Голубев не попал. Бывает. Но прыгнет желать. Врывает. Ой, хорошо. Залетает нас разадув от Крейзи. Успевает ультануть. Джетд сносит лицо кому-то там. Артес дерется дальше. Минус два. Невероятная драка. Четверо в таверне. У релаксов идет до конца. Артес нужно убивать. Тайгер энд спейс. Подкоп. Бежать Тайгер. Карапай сейчас откатится. И, видимо, не удастся догнать. Но идет Артес до конца. Все-таки фейзы у него есть. И да, оставляет. Оставляет этого. Нюкса. Ну и потрясающий размен у нас получается. Шикарно. Но великолепный хайлайт от Реда, конечно. Ультанул как царь, как и бог. Сейчас, думаю, народ там в чате порадуется. За таким хайлайтом. Ну ладно. Шнадцатая встреча. А как-то от Компас Геймик... Отбрыкалец. Я не знаю, как это по-другому назвать. Они одефались, да. Всеми возможными и невозможными способами. Но получилось у них это сделать. И не удалось вот так вот на лике релаксом снести одну из сторон. Но ничего страшного. Сейчас пересоберутся команды вместе. И попробуют еще один какой-то замес организовать. Дредд у нас, видим, Став и Ринк оф Реген будет выходить в Форст Став. Посмотрим, кстати, по графику. По графику видим. Вот он, комбэк. Релаксы вели порядка 4000 денег. Сейчас ведут только 1000. По XP уже в плюсе даже Компас Гейминг. Но там, там проседает Артез. И надо бежать. Крэйзи здесь. Крэйзи под Шадо Блэдом нападал. Но благо все-таки эскейпнулся у нас. Ой, ну разворот коллега-то поймал. Неплохо Крэйзи. Дум залетает. Крэйзи, таверну. Коллега выживает. Есть Бейтмейл. Дредд. Дредд может подставиться. Каски залетают. Дредд, да. Колд фит. Результат Вич Доктора. Дредд идет что-то делать. Дредд умирает. И это два фрага для Компас Гейминга. Вы знаете, они еще и по фрагам сравнялись. И тут внезапно Релаксы чувствуют какие-то проблемы в карте. Ну, просто они рано почувствовали себе силу на самом деле. То есть Релаксы, откровенно говоря, сейчас играют на пофиг. Идут вперед, по двое, по одному. Атакуют, пытаются в соло какие-то фраги сделать. Не получается. Не получается. Их за это наказывают. И тут, конечно, полностью право Компас Гейминг. Ну, пользуясь тем, что минус два сейчас в исполнении Компас Гейминга. Сразу заходит на Рошана. И, конечно, заходит Айгрен Спейс. Ну как? Ну за... Боже. Что это за врывы? Что это за фит пошел? Ой, беда. Ну и Рошан однозначно будет падать. Без Нюкса сейчас. Ну, вчетвером. Может быть, получится. Дредд надо накрывать кого-то фиссуркой. Хорошо, двоих накрывает. Каски полетели. По пугне, по дреду. По пугне, по дреду. По пугне, по дреду. А Джетта все это дело сейчас будет ультатиматировать. Хорош. Калека снова отдался. Но это не важно. Потому что минус три сейчас делает от Компас Гейминг. Рошан уже забрали. Да, и Аегис на Исэфину. Потрясающе. Потрясающе. Снова подставились. Ребята, из Релакс. Эти каски вообще такая неприятная тема. Дредд, зачем ты ультанул? Просто... Ну, так и было, да. Восемнадцатая встреча пошла. Тысяча триста. Значит, париж внезапно понял, что у него будет хватать денег на Аганим в скором времени. Он покупает себе поинт-бустер. БКБшка нарисовалась у Дума. Только сейчас будет он девятисекундная. У Джета БКБ тоже есть, но там девятисекундная осталась. Тоже неплохо, кстати. Тысяча монет. Нужно выходить теперь в какой-то ДПС. Из бласты уже залетают налево-направо. На дагере шачло. Бинды, кстати, тоже Аганим себе будет покупать. Поинт-бустер Агроклаб уже есть. Аганим собрано. Что же у Крэйзи? Ну вот Крэйзи, да. Начало было просто великолепное. В ноль он играл. Тут три смерти подряд. И вопрос. А где БКБ? А БКБ не будет на 25-й минуте, наверное, точно. Если он продолжит видеть. Брэфайером подфармит крипочек. Сейчас нужно немножечко поспокойнее отыгрывать релаксом. И подфармить необходимые артефакты. Все-таки там уже Компас Гейминг с двумя БКБшками не простят. Весь рассказ от Нюкса и от Дреда будет уходить просто в никуда. Но Найт Висаджи, понятное дело, тот же. Поэтому тут уже должны... Должны-должны сражаться такие герои, как Драгонайт и Пугна. Ну вот Пугна. А что Пугна? Пугна в Форстафт Мекку очень быстро собрали. И, вы знаете, Пуш их на Т2 Товарах остановился. Хотя еще и не поздно продолжить, в принципе. Заходы по чужим лесам. Пытаются найти кого-то Нюкс. Никого там нету. Аккуратненько действует Компас Гейминг. Не подставляются. Это правильно. Ну что, Блэйд Мэйл Став. 645 монет у Калеки. Левел 12. Но, not bad. Not bad. Будет выходить Форстафт. Надо бы, конечно. Но многовато, откровенно говоря, умирает Клоккер. Хотя на инициатор ему, наверное, положено. Ему же главное грамотно зажимать противника. И он зажимает. Он крэйзи, все время фокусит. Это действительно самый правильный вариант. По сути, кроме крэйзи, там дэнджа носить некому. Весь дэмэдж, который есть с магического характера, он игнорируется БКБшками от команды Компас Гейминг. Поэтому крэйзи убиваем, проблем не знаем. Все изи, все просто. Так. Дэддин Тавер, юсты, гли фортификеш. Неужели будут воевать игроки из-за релаксов? Здесь пятеро Компас Гейминг. Пятеро релаксов. Нет, не пятеро. Извиняюсь. Дредда нет. Дредфорстаф оформил. Ракетка залетела. Дает инфу, дает вижен. И Компас, что будут делать? Разбегаются. Или, или, или... Ого, ого, ого. Но это интересно. Доминатор. Доминатор от джета. А там-то? А там-то кто идет? Таггер инспейс качается. Нужно просветить Сандри Вард. Ставится Даггер Раунд. Боже. Как на реакцию здесь сработал шачло. И красиво это было. Но хукшот и крэйзи. Ну что такое? Я спрятался в инвиз. Сандри Вард. Еще один ставится. Заплевали. Крэйзи. Ульта. Хороший твич Доктор. Цепляют еще и Виндикса. Но не уйдет никуда. Накрывают его тоже. Айс Бласт. Кого-то цепить надо. Айс Бласт нужно было немножко наперед давать Бринг Миджа Лайф. Но в любом случае зацепляют еще и Нюк Сайта. Минус 3. В исполнении Компас Гейминг. Даблкилл Байотес. И падает Эдва Тауа. Да ладно. Неужели счет будет 1-1? Вот это будут новости. Вот это будут новости. Действительно. 21 минута встречи и... На ХГ заходить? А чего бы нет? Смотрим за байбеками. Где байбеки? 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 Здание выкупа. Есть байбеки. Есть байбеки. Но тратить их не хочется. Ой, как не хочется. Это же все деньги просто в никуда уйдут. Но падает сторона. Глифа нет. Ох, беда. Пожалели тысячу раз, наверное, на релаксе. Потому что потратили глиф на первый Тауэр. Дрэгфорст тонул. Ульта утонул. Всех почти накрыл. Убить Тандартеса. Но каски летают. Да что же эти каски-то. Минус два в исполнении Компас Гейминг. Зашел Крейзи. Продул Джета. Ну, правда, там есть, конечно же, Аегес. Джет возвращается. Калека получает Грейв. На развороте может быть подраться. Крэйзи как больно пробили. Тайгер энд Спейс подкапывает одного Джета. Кулфит на развороте. Карапассирует. Калека двоих цепляет. Хорошо. В Коги бить их надо. Бьет Ортес. Раз фраг. Два фраг. Минус два снова. Байбек от Нюкса. Барахи достаточно упадут. Минус одна сторона. Компас Гейминг. На второй карте. Нюкс. Снова подкапывает. А это раз двоих. Удар делает. В Джета. Ну, и не пробивает никого. Коги. Просто своих зажимает. Ну, смотрите. Калека. Тайгер. Мансует от Айс Бласт там. Ну, разводит. По максимуму здесь релаксы. Дред приходит. Фисурку на Крэл. Через шиф. Правда, Калека приходит дальше. Есть Форстаф. Барахи падают. Так. Бласт. Хорошо. Уже от кулдаунился. Начинается замес. У нас проблема. Ниссан Юкс отъедет. И ульта. Смотрите, от Вич Доктора. Боже, хорошая ульта с Аганимом, что ли, уже. Да, с Аганимом. Там же вообще отскок за отскоком. Ну, и в любом случае. Хоть Юми Рейндж Топаришен. Задачу минимум и цель минимум достигли. Команды Компас Гейминг. Они снились в ту сторону. А это... Это дофига на 23-й минуте. Это очень много. Ну, и Релаксы. Ну-ка, смотрим по графикам. Что ж там? Там случилось что-то непоправимое у команды Релакс. Релакс внезапно просто делает камбэк Компас Гейминг. Вот, начиная с нижнего замеса на Теннин Тауэре. И вот с минус 4000 выигрывает Компас Гейминг уже плюс 13. Это 17000 они выиграли. Обалдеть. И пятнашку ведут по XP. Такое проигрывать нельзя. Компас Гейминг. Это реально возможно сейчас выиграть вторую карту. И третьей карте выяснять, кто же пойдет дальше. Примерно, а кто по лозерам. Интересно. Яша приобрел себе Shadow Fiend. Есть 1700 Манта Стайл. Появится следующий замес. Я уверен. Unstable. Огар Клаб будет БКБ, Калека, Point Booster. Форстаф есть. Будет он Аганим. Точнее будет собирать. Bring me to life, кстати. Осталось совсем чуть-чуть до Аганима. И артефакты-то сильные появляются. Но где Крейзи? Крейзи. Смотри на Крейзи. Крейзи. Огар Клаб. Слабо врывается Калека. О, сцепили. Сцепили здесь Фрайда. Фрайда и даёк у нас. Просто Форстаф им уходится. Last Sumption. Калека на хосте. Убегает. Пощекотал немножечко нервишки противникам. Как же Крейзи не хватает. БКБ там. Калека снова бежит. Хорошо. Даггер аут в исполнении Нюкса. Бежим дальше. Пошли Блейд Мэлы. Ой, проседает. Дум накинули на Йоку. Большие проблемы. Моментально минусует Вардец. Но должен умирать у нас по идее из пугна. Сдунаил Дред. Красава. Айс Бласт. Тут окрыли Дреда. Конечно, не просили за этот Дунай. Но и минус 2 в исполнении Компас Гейминг. Как бы там ни было. А, и Курьера убили. Ну, отлично. Ну, ребята, которые смотрят, собственно, эту трансляцию через клиент, через билет. Они сейчас неистово радуются, я думаю. Потому что зрителей пока не так много. А шмоток падает просто миллион. С этих двух матчей там много-много чего выпало. Поэтому смотрите через билет. Там тоже я вещаю. И как на Твиче. Ну, и Шадуфин забрал нас. Это два Тауэра. Есть у него Кристаллис. 1600 и заход на ХГ. Заход на ХГ. Сейчас будут забирать в сторону. Если чем дефать вопрос. Ну, Крейзи пытается. Пытается нафармить на БКБ. Очень на БКБ нужно. Нападает мидлейн. Глиф есть. Нет Курьера. Пять игроков. Калека тут отменяет хукшот. Издевается. Издевается над релаксами. И потеря второй стороны. Бежит вперед у нас. Неужели Шачлоу будет рваться? Врывается в Дума. БКБ на развороте. И врывается Калека в Дреда. Будут цеплять Форста. Файз Бласт. Дреда накроет или не накроет? Накрывает. Накрывает. Тут стал нас от Крейзи пошел. Ну вот она ульта. Альта от Винч Доктора. Все умирают. Просто минус два. Трясающая ульта. И Крейзи пишет. ГГВП. Not bad. И третья карта, дорогие друзья, будет. Переворотами попахивает в нашем сражении. Ну что вам. И я получаю шмотку. Смотрите, зритель Адекват ТВ получил приз за то, что увидел эту славную победу. Но это действительно славная победа была. И поэтому я должен получить был шмотку. Но в любом случае, ребят, пауза будет непродолжительная. Третья карта у нас сейчас. 1-1. Компас гейминг против релаксов. И жуткая война будет. Обязательно, ребят, никуда не расходимся. Напоминаю, что это турнир от Гейм Ринг. Мы с вами смотрим трансляцию на twitch.tv. Подписываемся на канал. Жмите follow. И подписываемся на мой паблик. vk.com. Адекват. ТВ. Найдете. Думаю, все информации есть под плеером. Да, и услышимся буквально через пару секунд.